Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Увеличить количество рабочих мест. Глава региона презентовал стратегию развития 2030. Зловонный подвал. Как жить в доме с протекающей канализацией. Годовщина акций «Мы вместе». Мероприятие в памятный день. Фантазия цвета. Первая весенняя выставка открылась в салоне на Старом Перекрестке. Губернатор Рязанской области презентовал стратегию развития промышленности региона. Она была разработана по поручению лично Николая Любимова. Какие задачи предстоит реализовать и почувствуют ли рядовые граждане изменения? Расскажем прямо сейчас. На каждом этапе надо понимать, для чего это делается, к чему приведет в итоге. И к какой общей единой цели все мы стремимся. В теории это и есть системный стратегический подход. И его реализация на практике означает прежде всего четкое разделение зон ответственности. Николай Любимов стал первым выступающим на презентации стратегии 2030 года в отрасли промышленность. Своё внешнее сходство со Стивом Джобсом он назвал случайностью. Однако на большие технологические изменения расчет есть. Губернатор сразу обозначил, что промышленный сектор является главной силой экономики региона. А попытка выработать единую стратегию вообще проводится впервые. Задача была поставлена простая. Найти возможности для роста. Мы создадим в регионе базу данных лучших практик и эталонных образцов. Планируем тиражировать их на предприятиях, чтобы повысить производственную культуру. За счет государственной поддержки федерального и регионального уровня продолжим программу по технологическому перевооружению и автоматизации процессов. Андрей Варфоломеев представил главные направления стратегии развития отрасли. Это повышение производительности труда, обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами, цифровизация промышленности, увеличение объемов экспорта, продвижение региональных брендов и другие. Несмотря на то, что стратегия посвящена промышленности, изменения почувствуют и обычные люди. Стратегия промышленности направлена на то, чтобы в целом качество жизни людей улучшить путем получения дополнительных доходов, налоговых доходов, бюджет. Это самое главное для нас, как для органов государственной власти, потому что на эти деньги, именно на эти деньги, которые в виде налогов будут поступать в большем количестве, чем сейчас, можно и нужно улучшать медицину, строить новые детские сады, школы, парки, скверы создавать, просто дороги ремонтировать, которые сейчас, как вы видите, просто погибли практически в большом количестве после вот этой зимы с приходом весны. Николай Любимов добавил, что какое бы направление работы в зонах ответственности сейчас не взять, ведь здесь огромный потенциал для улучшений. По самым скромным подсчетам, это 30-40%. Все это станет возможным, если стратегия заработает, а она должна сработать, добавил глава региона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На вопрос рязанцев, почему транспорта ждем так долго, появился ответ. Его дала администрация города. В мэрии рассказали, что отсутствие транспорта связано с оптимизацией маршрутной сети. Задача наладить работу общественного транспорта – это процесс сложный и небыстрый, рассказали чиновники. Исполняющая обязанности начальника управления транспорта администрации города Рязани Ирина Черноусова сообщила, что пробки в городе образуются из-за низкой пропускной способности дорог. Другая проблема – это нехватка водителей и частые поломки общественного транспорта из-за большого срока эксплуатации. На улице Стройково люди живут в доме, который полностью пропитан запахом канализационных нечистот. Примечательно, что в здании пару лет назад проводился капитальный ремонт водоснабжения и фасада. В то же время канализация более 15 лет является неисправной. Настоящие катакомбы можно увидеть в подвале жилого дома номер 69, корпус 1 на улице Стройково. Переплетение дырявых канализационных труб, земля, пропитанная нечистотами. Все это не дает покоя жителям дома много лет. На этот раз канализацию прорвало 11 февраля. И только 3 марта нечистоты попытались откачать. Однако не до конца. Звонили каждый день. Никакие меры не принимались. Или примутся, придут, посмотрят и уходят. Аварийка приедет, что-то там поделает. Уезжает буквально через несколько времени прошедшего. Начинается опять засор, течь. Труба лопнута. Все, значит, в льется в подвал. Дышать невозможно было. Годами жильцы дома страдают и от соответствующего запаха, который расходится с первого до пятого этажа. Даже в лютые морозы жители этого дома оставляют входную дверь открытой для того, чтобы подъезд и квартиры проветривались от канализационного зловонья. Все окна тоже проветриваем, потому что запах вообще невыносим. Именно постоянное затопление подвала, затопление подвала, пары, горячей воды. И, соответственно, у нас был нормальный ремонт косметический в подъезде. Оно все облетело. На днях жильцы выложили в соцсети фото дыры в металлической трубе, которая соединяет всю канализационную систему и уводит стоки в коллектор. Именно из нее и шла течь в подвал. Смотрю, уже серебристым скотчем дырку заклеили, чтобы в глаза не бросалось. Вот это называется реакция на репост. Очевидно, что такое решение вопроса жильцов не устраивает, ведь проблема куда глубже. Труба, ведущая от дома в коллектор, регулярно забивается. Кроме того, прямо над ней растет дерево. Люди предполагают, что его корни давно повредили трубу. Жильцы считают, что необходим капитальный ремонт канализации, которого они не могут добиться. В то же время, пару лет назад, здесь был проведен капремонт фасада и водоснабжения. Когда речь шла о всех остальных капремонтах, мы заявляли, что первоочередным для нас и важным является ремонт канализационной системы. Не так важен водопровод. В результате, по словам жильцов, в этом полуподвальном помещении был выделен участок, который залили бетоном, и на нем установили индивидуальный тепловой пункт. Хотя жители упорно сопротивлялись нововведению. Нас убеждали, потому что у нас понизятся, скажем так, расходы на отопление, на горячую воду. Из прокуратуры проезжали, проверяли, говорили, что подставить нельзя. И вот туда, потому что здесь постоянно течь, вот установили под моей квартирой. Причем мы собирали даже подпись, чтобы этот бойлер не ставить. Теперь жители переживают не только за свою безопасность, но и за непредвиденные расходы. Мы говорили, что нельзя ставить неподготовленное подвальное помещение, данный узел. Тем более, что данный узел перекидывается на плечи жильцов. Его обслуживание, ремонт. Вот сейчас он затоплен, вот если он сломается. Все-таки не три копейки стоят, а дорогостоящее, такое дорогое. Восстановление будет тогда, это значит, опять за наши деньги, если что случится. А мы здесь ни при чем совершенно, потому что вот постоянно затапливает. Таким образом, жильцы говорят о том, что в Рязани одна из граней системы ЖКХ в прямом смысле слова дала трещину. Не решив одну проблему, горожане получили другую. Анна Герцовская, Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Мошенники придумали новый способ обмана. Теперь они совершают мошенничество под видом сайта госуслуги. Схема простая. На электронную почту приходит письмо якобы от государственного портала, в котором говорится, что человеку положены социальные выплаты. Только для этого нужно ввести номер своего СНИЛС. В письме есть и логотип сайта госуслуги, и даже шрифт используется похожий. Для получения выплат нужно перейти в личный кабинет по прикрепленной ссылке. Если ее открыть, то в браузере появляется окно, в котором нужно указать номер своей карты, куда и должны поступить деньги. Об этом способе мошенничества стало известно благодаря порталу РИА Новости, один из корреспондентов которого получил такое письмо. Что делать, если текущая в доме крыша портит жизнь, а коммунальщики на обращение не реагируют? Жители обращаются в вышестоящие инстанции. Так пострадавшие рязанцы написали жалобу в прокуратуру. Пенсионер, бывший врач, проживающий в Кадымском районе, обратился в администрацию с письмом. С оттепелями в его доме потекла крыша, и он попросил провести капитальный ремонт жилого помещения, которое предоставлено ему для проживания администрацией по договору социального найма. Однако вместо ожидаемой помощи на указанное обращение пришел формальный ответ без принятия конкретных мер, с обещанием проведения ремонта в будущем. Тогда к вопросу пожилого мужчины подключилась прокуратура района. С выходом на место прокуратурой района установлено, что в нарушении положения ЖК РФ и договора социального найма по состоянию на конец января 2021 года ремонт крыши жилого помещения администрации не проводился. Кроме того, в нарушении норм федерального закона от 2 мая 2006 года номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан РФ должностными лицами администрации не обеспечены всесторонние объективные рассмотрения обращений. Каких-либо мер, направленных на решение указанной проблемой, не принято. Выявив явное нарушение закона, прокуроры приступили к действиям. В адрес главы администрации внесли представление. Виновный должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а просьбу пенсионера администрации пришлось удовлетворить. В настоящее время ремонт кровли дома пожилого врача проведен полностью. Всероссийская акция «Взаимопомощи. Мы вместе» стартовала год назад. С 1 по 6 марта во всех регионах пройдут мероприятия, посвященные этому событию. Олеся Котровская продолжит. В сложное время пандемии волонтеры пришли на помощь всем нуждающимся. Развозили пенсионерам и маломобильным гражданам продукты и лекарства. Акция «Мы вместе» в нашем регионе объединила более 500 волонтеров. Волонтеры до сих пор работают в красных зонах, помогают в больницах с их документами, с пациентами. И также доставляют бесплатные лекарства людям, которые находятся на самоизоляции. Здесь, в волонтерском штабе, добровольцы получают заявку, которую оставил человек по телефону горячей линии. А затем выезжают, чтобы помочь ему. Людмила Ермилова несколько раз обращалась к волонтерам, находясь на самоизоляции. Конечно, рады. Мы только они и спасают нас. Часто обращаетесь? Ну, раз раньше обращались каждую неделю, сейчас, наверное, придется чаще. Сейчас, помимо основной деятельности, волонтеры проведут серию мероприятий, которые посвящены годовщине акции «Мы вместе». В качестве основного атрибута будет использоваться оранжевая нить, которая символизирует хорошее настроение. Сейчас, на данный момент, у нас проходит много онлайн-мероприятий. Например, акция «Спасибо», когда любой желающий может записать видео со словами благодарности волонтерам, врачам, может быть, людям, которые оказались рядом в тяжелое время на протяжении всего года, записать «Спасибо», выложить с фэштегами «Мы вместе спасибо». И вторая онлайн-акция у нас – это «Оранжевая нить». Можно записать видео с клубком оранжевых или желтых нитей, тоже сказать «Спасибо» и передать его своим друзьям, отметив их отметками в Инстаграме или в посте. Также с 3 марта в Рязани открыли так называемые «Точки добра». Волонтеры раздают апельсины и открытки в магазинах и торговых центрах посетителям. Акции проходят и в медицинских учреждениях, где «Цитрусу» вручают врачам и пациентам. Как рассказали волонтеры, апельсин – это своего рода знак пожелания здоровья, поддержки, крепкого иммунитета и оранжевого цвета акции «Мы вместе». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Март едва вступил в свои права, а настроение весны уже витает в воздухе. Подались этому веянию художественной галереи. Первая весенняя выставка «Фантазия цвета» открылась в салоне на Старом перекрестке. Это небольшое помещение неподалеку от площади Ленина хорошо известно любителям искусства. Проходящие здесь выставки камерные и всегда аутентичные. Не исключением стала и графика двух авторов – Алексея Маркина и Ольги Лобановой, приуроченная к приходу весны. Техника, любимая Ольгой, масляная пастель. Ее графике присуща определенной ритмичности, праздник цвета и тона. И в этом смысле ее работы очень весенние по настроению. Как беспредметное искусство, я вот уже тут рассказывала, у меня просто папа моей подруги, очень такой замечательный был художник Юрий Кабанов, у него была группа Стерникова, известная такая. То есть Стерникова был ученик Малевича, то есть у них были, понятно, какие работы. То есть меня всегда это очень вдохновляло. А вот графика Алексея выполнена в технике гуаши. И первое впечатление от его пейзажей – динамичность, движение, жизнь. За последний месяц все сделано. Я рисую бессознательно. Я выключаю голову, когда рисую. То есть все делает рука. Я бы так и сказал, вот левая рука не знает то, что делает правая. Ляпаю, потом, значит, включаю мозг, смотрю, хорошо получилось или нет. Если год, значит, все это наше откладывается в одну папку. Не годно – в другую. С таким ярким впечатлением от цвета, композиций, линий, выходишь из салона на Старом Перекрестке. Графика авторов будет представлена здесь в течение двух недель. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы увидите на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова